При работе с органическими химическими процессами очень важно уметь правильно изобразить схему кислотно-основной реакции. Рассмотрим пример такой реакции. Слева уксусная кислота будет выступать в качестве кислоты, и она станет донором протона. Справа у нас гидроксид натрия, который станет акцептором протона и, в соответствии с теорией Брюнста-де-Лоури, считается основанием. И если мы хотим показать в таких реакциях перемещение электронов, то используем изогнутые стрелки. Например, вот эти два электрона с гидроксида заберет себе кислотный протон уксусной кислоты. Вот такой изогнутой стрелкой я показываю это перемещение. Эти электроны достанутся протону, поэтому вот эти электроны отойдут кислороду. Давайте теперь изобразим продукты этой кислотно-основной реакции. Слева у нас будет углерод с двойной связью с кислородом. У правого кислорода теперь будут три свободные электронные связи, а значит, на нем образуется формальный заряд минус единица. Кроме того, здесь будет катион натрия, обозначим ионную связь с ним. А что получится, если соединить H+, и OH-? Получится H2O, то есть вода. Изобразим молекулу воды и подрисуем у нее свободные электронные пары. А теперь давайте проследим за электронами. Вот эти два электрона, свободную пару из гидроксида аниона, забрал себе протон. Скажем, эта малиновая электронная пара в результате реакции оказалась вот здесь, и будем считать, что их забрал вот этот протон. Кроме этого, нас интересуют вот эти электроны, обведу их голубым цветом. Эта электронная пара переходит к кислороду, будем считать, что они стали вот этой свободной парой. Из-за этого на кислороде образовался отрицательный формальный заряд. Итак, это у нас кислотно-основная реакция, и мы даже можем определить в ней сопряженные пары кислот и оснований. Слева у нас была уксусная кислота. Это кислота в соответствии с теорией Брюнст-де-Лоури. Какое сопряженное основание у уксусной кислоты? Достаточно отнять у кислоты протон, и мы получим ее сопряженное основание. Вот здесь у нас сопряженное основание уксусной кислоты, ацетат, а не он. Теперь перейдем к гидроксиду. Слева гидроксид выступал в качестве основания, а значит, справа должна быть его сопряженная кислота. Если добавить КОН-протон, получится H2O. Таким образом, сопряженной кислотой гидроксида является вода. Мы определили сопряженные пары кислот и оснований. Я часто вижу, как ученики делают ошибки, путаясь в стрелках. Я сейчас обозначу красным цветом самую распространенную ошибку, чтобы вы запомнили и никогда так не делали. Многие ученики показывают стрелкой, что протон переносится к гидроксид-аниону. Это частая ошибка. Так делать нельзя, потому что стрелками мы показываем движение электронов. А во втором случае мы рисуем стрелку у протона. В действительности же, вот эти два малиновых электрона перемещаются к протону. Таким образом, запомните и никогда не рисуйте кислотно-основные механизмы так, как на нижнем рисунке. Чтобы закрепить материал, давайте рассмотрим еще один кислотно-основный пример. Слева у нас ацетон, а справа ион гидроксония, H3O+. Гидроксоний будет выступать в качестве кислоты в соответствии с теорией Брюнста-де-Лоури. Он отдаст протон ацетону, который будет вести себя как основание. Помните, при изображении кислотно-основных реакций мы всегда показываем движение электронов. Ацетон выступает в качестве основания. Этой свободной парой он захватит протон из гидроксония. А электроны из связи достаются кислороду. Давайте покажем, что получится в результате. С левой свободной электронной парой ничего не произошло. А правая электронная пара захватила протон и образовала с ним связь. Получилась вот такая молекула с формальным зарядом плюс один на кислороде. И еще образовалась молекула воды, H2O. Давайте ее тоже изобразим. У кислорода теперь две свободные электронные пары. Снова проследим за электронами. Вот эта малиновая электронная пара захватила протон, образовав с ним связь, которую я тоже обвожу малиновым цветом. А электроны из связи голубого цвета перешли к кислороду, добавив ему еще одну свободную электронную пару. В результате образовалась молекула воды. Теперь давайте снова определим пары сопряженных кислот и оснований. Слева гидроксоний выступал в качестве кислоты в соответствии с теорией Брюнста-де-Лоури. У него отобрали протон, и получилось сопряженное ему основание. Справа сопряженным основанием гидроксония будет вода. Слева ацетон выступает в качестве основания. Значит, справа вот эта молекула будет его сопряженной кислотой. Итак, мы определили пары сопряженных кислот и оснований, а также при помощи изогнутых стрелок показали перемещение электронов. Я рекомендую вам попрактиковаться в кислотно-основных реакциях, потому что это очень важная тема. И при разборе реакции органической химии вы должны уметь определять их достаточно быстро. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует...